Сегодня мы расскажем и покажем вам, как выполнить монтаж торцевой планки черепицы Метро Тайл. Правильное выполнение этого узла не только придаст вашему дому законченный эстетичный вид, но и обеспечит защиту фронтона от ветра, снега и дождя. Для этого давайте переместимся в учебный центр компании Метро Тайл Россия. Сейчас мы с вами видим предварительно подготовленную обрешетку для демонстрации данного узла. Прежде всего, поверх шаговой обрешетки устанавливаем дополнительный деревянный брусок сечением 40 на 40 мм. Такое сечение бруска является оптимальным для выполнения данного узла. Закрепляем брусок при помощи саморезов или гвоздей. Измеряем расстояние от верхней поверхности дополнительного бруска до плоскости панели Метро Тайл. Как видите, эти расстояния отличаются на высоту профиля панели. Переносим снятые размеры на панель Метро Тайл. Намечаем линии реза и сгиба, согласно разметке. Подрезаем край панели Метро Тайл, согласно разметке. Для данной операции удобно пользоваться ножницами по металлу. Внимание! Использование абразивного режущего инструмента для раскроя черепицы Метро Тайл не допускается. При помощи зажима жестянщика отгибаем вверх край панели, обращенный к фронтону. Обратите внимание, как правильно выполнить подгиб. Мы разрезаем и сгибаем боковые края панелей так, чтобы получился водонепроницаемый замок. Правильно выполненный подгиб обеспечивает плотное прилегание панели Метро Тайл к боковой поверхности дополнительного бруска. Устанавливаем панели Метро Тайл на шаговую обрешетку. Монтаж ведем сверху вниз. Если монтаж ската начинается от фронтона, необходимо подрезать панели Метро Тайл по ширине и укладывать их со смещением по горизонтали. Монтаж панели Метро Тайл завершаем установкой нижнего ряда листов. Панели Метро Тайл крепим к обрешетке гвоздями. Чтобы не повредить нижний край панели в точке крепления, используйте добойник Метро Тайл. Его можно приобрести вместе с кровельным материалом. Все деревянные элементы кровельной системы должны быть обработаны антисептическим и противопожарным составами. По краю панели Метро Тайл устанавливаем универсальный уплотнитель. Уплотнитель имеет самоклеющийся слой и надежно защищает места примыкания от ветра, грязи и дождя. Торцевые планки компании Метро Тайл бывают правые и левые. Поверните планки зубьями к себе и обратите внимание на их боковые края. Эти края имеют характерные выступы, позволяющие легко отличить правую планку от левой. Аналогичным образом можно отличить правое и левое боковое примыкания. Поверните детали зубьями к себе и обратите внимание на их боковые края. Они также имеют характерные выступы, позволяющие отличить правое боковое примыкание от левого бокового примыкания. Для оформления нижнего края торцевой планки используем заглушку торцевой планки. Соединяем детали между собой при помощи саморезов. Чтобы шляпки саморезов не были видны, закрашиваем их с помощью ремкомплекта. Используйте и храните ремкомплект при температуре более плюс 5 градусов. Установите торцевую планку Метро Тайл на место. Закрепите торцевую планку Метро Тайл к деревянному основанию при помощи гвоздей. Техническая служба компании Метро Тайл Россия благодарит Вас за внимание. В случае возникновения затруднений обращайтесь за консультацией к нашим авторизованным дилерам. Вы также можете заказать выезд нашего технического специалиста и шеф-монтаж. Спасибо!